10 антистресс-книг для душевного спокойствия Тимоти Голви, Джон Хортон, Эд Ханзелик Стресс как внутренняя игра. Как преодолеть жизненные трудности и реализовать свой потенциал? Некоторые события в нашей жизни вызывают стресс, поэтому, чтобы не пасть духом и не заболеть, нам нужно научиться отделять себя от жизненных обстоятельств. К счастью, этим умением под силу овладеть любому, а в награду можно получить ясность ума и перспективу. Все это уменьшит стресс и поможет вам достичь своих целей. Книга предназначена для руководителей, менеджеров и всех, кто хочет научиться контролировать стресс. Эмилия Нагоске, Амелия Нагоске. Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса. Эмилия Нагоске и ее сестра, Амелия, обращаются к теме выгорания у женщин. В попытках соответствовать стандартам внешности и поведения, повсюду успевать и быть при этом милыми, женщины попадают в замкнутый круг бесконечных стрессов. Из этой книги вы узнаете, что наука говорит о стрессе и способах борьбы с ним. Научитесь не поддаваться стереотипам, заботиться о себе и жить ради собственных, а не чужих важных целей. Анна Погребняк. Тирания тревоги. Как избавиться от тревожности и беспокойства? Откуда берется тревога? Как справиться с беспокойством? Почему одни люди наслаждаются жизнью, а другие тратят часы на тревожные переживания, даже если в их жизни все хорошо? Как работает мозг у тревожных людей? Автор книги, практикующий психолог Анна Погребняк, доступно рассказывает о самых разных тревожных состояниях. От легкого беспокойства до панической атаки. Вы узнаете, какие упражнения помогут вернуть самообладание. Научитесь держать эмоции под контролем и чувствовать себя комфортно в любой обстановке и любом окружении. Катлин Смит. Управление тревогой. Системный подход к борьбе с беспокойством на работе и в отношениях. Психотерапевт Катлин Смит просто и доступно рассказывает о том, как и в чем проявляется тревожность и как влияет на нашу жизнь. Автор опирается на теорию Мюрея Буэна и разъясняет ее основные положения на примерах из собственной практики, которые охватывают все сферы нашей жизни, от профессиональной до личной, в том числе и отношения с родителями. В каждой главе Катлин Смит дает практические рекомендации, позволяющие сформировать цельное и устойчивое «я» и избавиться от тревожности. Ирина Шлеонская, Дарья Лошкана. До мурашек. ASMR и другие технологии чувственного воздействия. Наверняка вам случалось в той или иной ситуации испытывать приятные ощущения в виде внутренней эйфории, специфического покалывания в затылке или мурашек по коже. Как правило, подобные реакции удовольствия вызывают различные внешние стимулы, прикосновения к живым существам или предметам, нежные слова и касания, звуки и образы. В частности, речь идет об автономной сенсорной меридиональной реакции ASMR. В этой книге впервые на русском языке сделана попытка описать и структурировать феномен ASMR, а также различных визуальных, звуковых, тактильных и эмоциональных триггеров, положительно влияющих на состояние психики и здоровья человека. Авторы попытались объединить традиционные знания о чувственности реального мира и пространстве триггеров в цифровой среде. Стресс опасен тем, что сам по себе обладает силой порождать еще больший стресс. Чем больше его накапливается, тем хуже мы справляемся с ним, и тем ближе подходим к черте, за которой невозможно успешно управлять своей жизнью. Неудивительно, что ВОЗ объявила стресс эпидемией 21 века. Но доктор Ранган Четерджи, автор самого популярного подкаста о здоровье в Европе и спикер ТЭД, полон решимости это изменить. В своей книге он раскрывает секрет, как справляться с нарастающим напряжением и вернуть душевное равновесие. Не все знают, но на умение правильно реагировать на сложные ситуации влияет не только врожденная стрессоустойчивость, но и вполне конкретные продукты, действия, мысли и упражнения. Так, например, яблоки снижают риск депрессии, а форель или палтус могут быстро повысить настроение. Занятие на скалодроме очистит ваши мысли, а вот длительная пробежка, наоборот, может привести иммунную систему в состояние тревоги. После прочтения этой книги в ваших руках окажется целый набор полезных инструментов, с помощью которых вы создадите вокруг себя защитное силовое поле спокойствия. С ним вы станете практически неуязвимым. Гленн Ширальди. Самооценка. Практическое руководство по развитию уверенности в себе. Если вы слишком часто критикуете себя, сомневаетесь в собственных силах и решениях, постоянно сравниваете себя с окружающими не в свою пользу, значит, пришло время пересмотреть отношения к себе. Эта книга поможет вам избавиться от негативного мышления, по достоинству оценить свои уникальные сильные стороны и стать добрее к себе. Книга будет полезна всем, кто страдает от заниженной самооценки и хотел бы повысить уверенность в себе. Реджин Галанти. Ты сильнее тревоги. Твой полный гид по борьбе с волнением и стрессом. Книга поможет подростку справиться с беспокойством, стрессом и тревожностью. Представленные упражнения основаны на когнитивно-поведенческой терапии и практике осознанности. Их регулярное применение сделает жизнь подростка спокойнее и счастливее. Энди Баркер, Бетвуд. Освободи себя. Уверенность и спокойствие за 10 минут в день. Часто стали замечать, что стресс и неудачи сковывают, не давая двигаться вперед. Эта книга рассказывает о том, как быстро вернуть в свою жизнь уверенность и спокойствие. Прочитав ее, вы поймете, какие эмоциональные состояния полезны, а какие наносят вред. А выполнив все упражнения, сможете ставить перед собой достижимые цели и легко фокусировать внимание на самом главном. Эта книга для всех тех, кто хочет преуспеть в борьбе со стрессом и раскрыть свой потенциал. Руби Уэкс. Быть собой. Руководство по осознанности для тех, кто на грани. Как не превратиться в несчастную, равнодушную ко всему машину, автоматически выполняющую поставленные перед ней задачи, пока жизнь проходит мимо. Руби Уэкс предлагает решение для многих современных проблем, осознанность или умение замечать собственные мысли и чувства, чтобы проживать каждую минуту. Эта остроумная, мудрая и понятная книга рассказывает, как и почему обычные люди могут изменить свою жизнь к лучшему. В ней собраны советы для родителей, детей, подростков, а также приводится шестинедельный курс по развитию осознанности. Для всех, кто стремится сделать свою жизнь здоровее и счастливее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова